Я пришел здесь делать великие дела, мастер. Так, давайте, парни. Я бы хотела разочек в тюрьму сесть. Ты создатель камеры, да? Ну и... Ты танцор? О, смотри, смотри! Выключи фанеру, что за дела? Ты очень хороший... Всем спасибо! Ура! Всем привет! Я Тимур Родригес. Я случайно здесь оказался. Ну как случайно, меня заставили. Но после того, как мне понравилось, я реально сел ребятам на шею. Смотрите влог до конца, ставьте лайки. Вот, и следите за всем, что делает вот этот человек. Ребят! Мама у меня сейчас уронит! Помогите кто-нибудь! В общем, у меня сейчас будет вообще невероятный для меня экспириенс, потому что меня набрали ребята из Чебураши ТВ и сказали, что у них завалялся лишний билетик на футбольный матч. А я никогда не был на стадионе во время матча. Поэтому я, естественно, согласился и уже бегу. В общем, ребят! Добро пожаловать на футбол, Дима! Только так! Билетики выдам? Тебя сейчас не пустят. Старый, я тут свой. А вот его не пускайте. А я посмотрю сейчас. Я пришел здесь делать великие дела. Какие? По мне можно пройти, да? С камерами не пустят. С камерами не пустят, простите. Вот такая короткая история у нас получилась. Работа идет. Так, что говорим? Что говорим? Ну, рубрику надо вести. В общем, ребят, мы решили вести рубрику на влоговый канал, который будет называться «Машина звезды». Ну, звезды нет у нас. Да ладно, что ты врешь? Мы же не твою машину смотрим. Сегодня у нас пришел, прибежал, приехал, прилетел Тимур Родригес. Выберите правильное, что я сделал. У него охеренная тачка. Человек говно, а тачка хорошая, понимаете? Короче, это QX80. Большая машина. Ты в ком году везешь? В 2016. Я не взял. Ты знаешь, в чем? Я забрал. Забрал. Вот. Просто, знаешь, некоторые телефоны отжимают, а я вроде выгляжу щуплым, маленьким человеком. Просто отжал машину. Это тебе кто-то на сдачу дал? Нет. Прикол в том, что мне некоторое время назад компания Infinity выбрала меня своим амбассадором. Ну, если говорить по-русски, послом. А что там? Давай его пошлем. Нихрена. Ты какой раз ты снимаешься в клипе? Я какой раз в клипе снимаюсь? Второй. В каком ты снимал с первого? У DJ Smash. Ну, это там танцоры. Я танцевал, да. Я тебе все знаю. Как же сейчас делать рейтинги? Как же скинуть маленькую девочку? Скинуть. Давай ты расскажешь, что мы сейчас будем делать. Ты играешь парня, которым я увидела свое спасение. У нас тут была искра, и тут ты увидел губастую красотку, и за нее засмотрелся. Это вот она, ты понимаешь? Да, вот губастая красотка. Так не, ну реально, а где губастая подруга? Потом покажи. Слушай, тебе все сразу покажи. Ань, у вас куда? На VIP-каш. Ты в VIP-ложу билеты достал? Ясен. Ах, ты мажор. Старый, если я зову Диму, ты посмотри в футбол, то я не могу, знаешь, взять и просто на обычную тебя повезти. Признавайтесь, а почему вы именно на этот матч меня позвали? Потому что Спартак может оформить чемпионство, я так понимаю. Ну, он может встать нас в дочек ближе. Вот, не верите, у вас просто завалялся лишний билет, вы меня и позвали. Ну, а почему не увидеться с братишкой? То есть, ты что, не рад этому? С братишкой? А еще брат твой подойдет? Ну, вообще. Я в предвкушении, потому что столько народу. Я вообще не ожидал, что вот настолько это массово. Хочется вообще понять, вот в чем вот эта особая атмосфера. А? В чем? Ну, ты сейчас посидишь, посмотришь на пару фаеров, услышишь вот этот крик трибуны, и тебя сразу, знаешь, мурашки по коже пойдут, ты будешь каждый день ходить на футбол. И у нас реально получается интервью с Тимуром Родригесом, ребят. В детстве мой кумир, но не сейчас. Шучу, в детстве тоже не было. Я помню тебя в камень, очень, очень хорошо. Да. Я смотрел всегда до тебя. Потом вырубал. В какой-то момент я понял, что ты вот ушел, правильно? Да, совершенно верно. Почему так произошло? Потому что изначально я приезжал в Москву, чтобы заняться музлом. И ввиду того, что я понимал, что есть три пути всегда Заняться музлом, когда ты уже можешь заниматься независимо от кого Это самый длинный путь Самый быстрый путь Найти человека, который сделает все за тебя И сделает все для тебя И сделает все с тобой И я пошел туда, куда меня позвали мои старые друзья по КВН Они сказали, что мы делаем очень классный проект И я тогда не шутил, я тогда пел То есть были номера в начале и в конце программы Это мы, конечно, помним Не-не-не-не-не Не-не-не, у вас такого еще не было Это не в камеди было В смысле, это был камеди, но его не показывали по телевизору А, я понял То есть это были подпольные вечеринки в районе Остоженки Был такой каз-бар Я открывал песни в начале и песни в конце Либо двумя песни в начале и двумя песни в конце Что? Не, ну мне нравится, что Диман, знаешь, ворвался и сразу такой начал стебать тебя То есть мне приятно вот это Ну и по мне прошелся Добрый день Спасибо Хорошо Охренеть Картина называется, когда постирали большое полотно, а высушить забыли и сейчас стараются со всех сил Знаете, у меня такое чувство, что парни сейчас на поле грибы собирают Давай посмотрим, что там можно перекусить Не хватит? Тебе бы лишь пожрать, серьезно Уже, ну я реально не ел два людей Ну что за дела? Только пришли сразу жрать Я присоединюсь к ним Подожди, подожди Да, да Они тебе вот отдали Про собственные Или ты просто катаешь Я катаюсь, но каждый год мне обновляюсь В прошлом году у меня была синяя Темно-синяя Со светлым салоном Кто п*** Ты чё жалуешься? Тебе каждую неделю по МВД Чё ты жалуешься? Ну не так на год Понимаешь Тимур, у меня в тебе вопрос Тимур, вопрос Давай посмотрим правильный назад Ты невысокий парень Невысокий парень Как и я Как габариты вообще чувствуются? Ты знаешь, учитывая то, что в этой машине Педали понимаются? Да, да Педали, сиденье и самооценка Понимаешь, когда так оказываешься внутри Сходи по периметру камеры Аааа Только так и реагируешься А так и за рулем Да естественно Куда я положил ключ? У меня вопрос Как ты тратишь на бензин из такой машины? Ведень Давай немножко в дуть будем Ааа, сейчас подожди Я сейчас не посчитаю ДОХЕРА Девушка Алло Ты у нас специалист по Японии же, да? Ну Спец кузнец и на катании грец, как говорится Чё? Не, просто вот расскажи Куда стоит поехать, чтобы насладиться Японией и гейшами? Ну смотри Киото, наверное Токио Ну Токио это прям, знаешь Хотя смотря где в Токио Вот если прям центр там какая-то Щибуя, то там очень много Кто-то? Просто недавно я зашел не туда, мне сказали Щибуя отсюда Странный ты персонаж, конечно Но надо Классное кино? Да А в кино же снимать нельзя, чё ты снимаешь? И мы чё снимаем? Честно? Я бы хотела бы разочек в тюрьму сесть А ты все, ну-ка отдай Ты перезабрал мне самую вкусную? Да Попить? Ну вот этот сервис Мы билеты взяли через своих сюда То есть, Женя, знаешь, что Потому что мы через футболом связаны Но вот так, ты прикинь, 25 тысяч Сколько? 25 тысяч Вот если бы ты сказал, что ты это купил Я бы сказал Чувак, так крут Через своих Но это тоже неплохие билеты Все равно круто Спасибо, слушайте Я прям благодарен Браво, мне даже пьяно, что тебе понравилось Хорошо Может, ты еще меня позаживаешь Так, сейчас включим ночное видение И поиграем в ночь на стадионе в стиле Чебураш ТВ Так, сейчас Там ребята как раз Так, сейчас Нам надо незаметно проникнуть Мне кажется, меня не заметили Это ночь стиле Чебураш ТВ Так, давайте парни 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 Нас не должны заметить Так, сейчас Чувак Тихо, тихо Тихо, тихо Тихо, давайте Так, еще раз Подожди, тихо Перейду Самое главное, я говорю В ней реально умещается 8 человек У меня сзади сидел два моих капитана Одному 8, второму 4 Вот Сейчас 8-летние уже разрешили без кресел ездить Поэтому У тебя пацаны, короче? У меня пацаны Делаю пацанов Делаю пацанов дорого Сколько? Сколько было в машине? Было? В этой В этой В этой нет Кресло смущало, да? В детстве Так Так Честно? Я бы хотела бы Разочек в тюрьму сесть Ой, наверное, не надо это говорить Потому что мало ли Так, ну ладно, все, я вас здесь оставляю Привет на аппетит Сяпки Ты знаешь, что он бутафорский? Ой Всем привет, меня зовут Дмитрий Масленников И в этом видео мы пойдем с вами На экскурсию Подземный переход Подземный переход Где Где ты и поешь, родная моя Выключи фанеру Что с дела? Ты очень хороший Но от тебя тошно Я так устала Я устала Больше не звони Я устала Никаких обид Я устала Я от твоего номера даже не знаю, о чем ты говоришь Ну то бишь, ты не попал в камень, ты создатель камень Ну, создавали и придумывали идею ребята, которые, собственно говоря, занимаются до сих пор Большинство из них, естественно, играли в команде «КВН Новый Армяне» Это ж кто это там? Кому ж это? Твой друг по клипу «Руколицо» Руколицо Вот это, а? Понимаешь? А самое смешное, что в прошлый раз, когда мы шутили про «яйца-нос» Яйца-нос Да, да, да Я не знал, что ты снимался «Руколицо» А ты-то знал, понимаешь? И вообще ничего ты сказал В общем, короче говоря, и все случилось достаточно быстро для многих, хотя для нас это было долго, потому что мы изначально показались другому каналу Это был не ТНТ, СТС Это был СТС, который сказали, ну хрен его знает Урод, дебилы И прошел год, и нас взяли на ТНТ, и потом закрутился этот сумасшедший маховик, и при всем при том, что все было очень круто, я решил, что я без музыки вообще не могу, я приехал ради этого Ребята расстроились, когда ты ушел? Многие из них наверняка не ожидали Не знали, что он ушел Ребята, меня жизнь такому не готовила Мы что, врываемся? Врываемся куда? Врываемся Давай випку Випку давай Я понимаю, что на поле огромное количество болельщиков, все абсолютно разные Вот стоп, стоп, стоп Ты за кого болеешь? За Спартак За Спартак? Красно Ты знаешь канал мой? Да Четко Фабарт Вот что мне реально непонятно, вот сижу я, допустим, вот на этом месте, да? И что я вижу перед собой? Экран с игрой То есть на минутку вон там идет матч, а ты сидишь здесь и смотришь все по телеку. Гантельки возят тут. Это не гантельки, это основание для моей микрофонной стойки. Хотите покажу? Серьезно? Вот здесь микрофон. Вот ты поешь, поешь. Понимаешь? Ты танцор, смотри, смотри. У нас все, мы следующий блок снимаем в танцевальные, понимаете? Все, танцевальный балл. Так, ну-ка, дай-ка я попробую. Давай. О, да, понимаешь, неважно, что ты поешь уже, все, ты просто ее. Закончим на этом. Всего хорошего. Тут какой-то бэтл прям идет. И в принципе все полтора часа. В общем, один из игроков другого схватил за руку и сейчас будет пенальти. Слушайте, реально прям по всему делу мурашки пописали в парку. И тебя сразу знаешь, мурашки по коже пойдут, ты будешь каждый день ходить на футбол. Охренеть! Охренеть! Я реально первый раз такое ощущаю по всему телу, просто, просто бодражки реальный. О, там кто-то шашлыки готовит, смотрите. Живет, сука. Кто там за камерой? Тимати, ты ли? В общем, друзья, мы снимали около часа сцену, как я просто поднимаюсь по эскалатуру. Это не может не радовать. Сейчас мы переходим на новую локацию и пытаемся там что-то сделать. Городки окончены! Всем спасибо! Ура! Кстати, ты мне сказал во время основных съемок, чтобы посмотреть клип без башни. Я посмотрел. Реально, все, мы ему больше ничего не должны. Мы же сейчас выпускаем новую. Какую? Песня называется «Тамара». Да, ты говорил, ты говорил, да. Так ты можешь инсайд на телефоне, на каких-нибудь других местах показать нам это? Матерь больше, это темно. У Тимура вышел клип «Тамара». Охеренненький. Бля-бля-бля-бля. Вот так и запомните это. Охеренный клип. Бля-бля-бля-бля-бля. Вы поняли, подписывайтесь на мой инстаграм, Дима Масленников, тоси-бойси. Сорик хочешь вложить? Да. Здесь ты этого не сделаешь. Ты мне не дашь? Нет, просто интернет не потянет. А почему не потянет? Ну, я только что пытался выложить, мне не выкладывается. Вот смотри, спорим на штукарь. А, что ты? Ну, давай. А, я тебе не могу ничем пожать руку. Это твоя рука. Вот смотри. Оп, смотри. Оп. Оп. Кто-то мне должен бабла. Как, чувак, чувак, это называется мегапон. Что у тебя, другой оператор, да? Уходи отсюда нахрен. Если честно, это действительно очень круто. Я просто помню время, когда приходишь в любую кафешку, да, там сядут люди, естественно, все сидят в интернете. И он полностью сжирается. А вот представьте, что сделал мегафон. Вот все эти люди на открытии арене практически одновременно могут сидеть в мобильном интернете и пользоваться мобильной связью, чтобы делиться своими впечатлениями с родными. Выкладывать историю, не знаю, в инстаграм, трансляции проводить. Это же просто нереально круто. Я вот не представляю, как это сделано. Я услышал, что на этом стадионе будет проходить Кубок Конфедерации и Чемпионат мира по футболу в 2018 году. И мне кажется, Россия действительно себя круто покажет. Ну, хотя бы с точки зрения технологии. Что, продолжаем шиковать, да? Это не пьется, чувак. Нет, это коктейль. А, это коктейль? Ну, пей тогда, пей. Он не самый умненький у вас, да? Мне кажется, это действительно очень круто. Кушаю фрукты, смотрю футбол на стадионе. Чуваки, на основные каналы, колборации. Мы так и не сделаем. Сделаем, сделаем. Если будет, наружно. Ставьте лайки, если хотите, чтобы у нас была коллаборация Чебараши ТВ. И я, потому что хочу. Пока открытие арена. Я очень хочу делать музло, которое не зависит от радиостанции. Сейчас новая аудитория. Сейчас свободы больше. Совершенно верно, она требует другой музыки. Изначально, когда... Вот, понимаете, разговор окончен. Реальные пацаны не боятся быть крутыми даже в таких неудобных ситуациях, когда жмёт так, что яйца оказываются прямо под голову. Под голову, реально. Это у тебя... Давайте, ребят, все равно. Это у неё просто узкие штаны. Ничего себе. Тимур, ты хотя бы попрощайся. С видами, смотрите влог. Ставьте лайки, пишите комментарии. Будьте аккуратней. Шея стальная. Стальная какие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова